Ну, потому я и замок построил, я так просто не отдам. Я буду лить горячую смолу, в всяком случае распоряжусь, что лили, вываливали что-то на тех, кто попытается взять. Поэтому это фортификационное сооружение. Но, к слову, сказать, почему я должен вас предупреждать, а они что мне вменили, что я якобы получал деньги из Украины за свою политическую деятельность. Во-первых, я не знал, что я занимаюсь политической деятельностью. Ну, это у них началось давно. Понимаете? Вот вы думаете, чего... Ну, казалось бы, я так же, как и многие, выступил против войны. Это нормальное состояние. Почему они ко мне так прикопались? А я вам скажу, они ко мне давно прикопались. Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно подвергнуть. Я вот убил он. Я это чувствую. Тоже собрался. Простите. Ну, правда, вырвался. Ну, потому что я никуда не собирался. И чем больше я говорил, что мне нафиг не надо, тем больше они меня подозревали. Поэтому они считают, что я получал деньги за свою, так сказать, антивоенную позицию. То есть, то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой, независимой, это только за деньги можно такое хотеть. То есть, то, что я от сердца хочу, им в голову не приходит. Представляете? Ну, такая искрошенная логика. Ну, дай бог вам всем здоровья. Ну, не всем. Ну, почти все. Я должен предупреждать. Почему я должен предупреждать? Если хотя бы один человек есть с русским паспортом в зале, и если я говорю по-русски, то я его должен предупредить, что типа я шпион. Если я говорю не по-русски, я упомянусь так в законе, если я говорю не по-русски, я могу не предупреждать. Представляете? Представляете? Ага? Поэтому сделаем так. Лава сваха, рассмеи лей драма. Ага? Свети минус. Я не думаю, что я умер, что я умер, цифилину и жмачу плену скони. Ага, хорошо. Али Борисовны, удар пожитаю, а Али Борисовны отвезти швежо. Шукочу. Я тут себе написал, но это параллельно, но я все это слышал. Я тебе в один на торту, я тебе в один на торту, который я жму на, да я его как-то обгаву. Это даже вы не поняли. Ну, неважно. Так что я про нее мокитесь литую, колбос. При жизни с айшки виска с кассы каоу, виска с кассы каоу концерту ося, ведь это дар ружье львы акиле стягема. И по че соловьев, и семоня. По даньше всего я предполагаю слово Тих литвишки Лиитовички. Ир-ё-огоё, ё-о-оё. Лиитовички. Медову козбиёю каттиклейтуишки, ё-оё. Через не сравнитесь, не сравнитесь. Дали журову сали из Русиос, и висай не Супранда косвикста. неделю учила если стали русские или украинцы я поясню я сказал что за мной следят поэтому я только по-литовски буду шутить на все я вижу кто-то напрягся типа что вы напрягаетесь есть русские мои знакомые вообще не понимают что происходит в латвии я сказал есть цели русские которые не понимают если вы поняли что я сказал по латвии то чего вы обиделись это же не про вас я сказал про те кто не понял а если вы не поняли как вы могли обидеться когда думал куда 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 уезжать вот куда выезжать ну я так называю уехал из россии в россии пропагандисты называют это драпал свалил утек что только не написали но я выбирал между израилем и литвой я все равно то ли мне в израиль поехал так скажешь я еврей по маме то ли по старшей дочке в литву так что у меня есть вы на всякий случай если что я вам если у вас что не то я к ним ну слушайте я вам так скажу у нас еще пауза была многие говорят в опт он только теперь в литву поехал я всегда ездил в литву был сейчас перерыв из-за пандемии понятное дело понятное дело никто куда никуда не ездил мы тоже сидели дома все вообще но у нас интересно знаете не знаю как у вас нас люди так и не поверили в вакцинацию что только не делали значит покупали справки с этим вот вакцина бесплатная а люди справки покупали на родное государство лишь бы обмануть понимаете вот лишь бы потому что не верили не верили не верили упорно и я сделал наблюдение все кто не верил в вакцинацию все поверили в спецоперацию и тут же разверились спецоперации как только объявили мобилизацию вакцинацию в гроб не найдется вообще ни для какой мобилизации сейчас вообще смотрите медведев говорит что мы оказывается воюем с сатаной вот посмотрите как до чего дошло дело с сатаной воюем сатаной не беньте нам значит говорит что комары боевые ну или хотели распространять во время спецоперация при помощи мобилизации страшную вакцинацию вы имени комарами и все представляли как этот комар соображал где украинец и как вообще у них хватило москов пойти воевать с украины напасть на украину если украина может дрессировать даже комаров и этот и бейте на полном серьезе на заседании он это говорит я так же понял что не бензия это не фамилия это степени диагноз то есть бывает полегче случай это пенсия а уже когда не пенсия это полный не пенсия но возвращайся к этой славу ты пандемии уж не знаю как лучше не придумал я вакцинировался об этом не думать я в этом отношении я не то чтобы в этой вере просто вкололся и пошел таксист меня везет свою без маски но вакцинированных вакцина меняет днк у меня есть связи меняет днк это все билдеть придумал чтобы нас сидел и мужа делать нечего прям до пришел остался золотой миллиард от нас я думаю золото попадете